Саша Кудин и выбиранец Илья – двое левшей из 18 детей в группе, которые предпочитают держать вилку, ручку или кисть в правой руке. Уже с трехлетнего возраста родителям и воспитателям стало очевидно, что доминирующая рука у мальчиков – левая. Принято считать, что среди левшей много талантливых и незаурядных людей. Это обусловлено тем, что у леворуких правое полушарие мозга, отвечающие за образное мышление и память, развито сильнее. Поэтому не исключено, что в ближайшем будущем у Саши и Ильи проявятся неординарные способности. Они, во-первых, пожалуй, где-то более интуитивны. У них больше работает левая половина тела, скажем так, более активно левая рука, значит, у них более активно правое творческое полушарие. Полушарие интуитивное, полушарие каких-то таких вот догадок, инсайтов, еще чего-то творческой какой-то свободы. У левшей есть еще одна особенность. Такие люди медленнее обрабатывают информацию, чем коллеги по ту сторону за зеркальем. К примеру, отца теории относительности Альберта Эйнштейна, также левшу, в школьные годы считали умеренно способным, так как он очень медленно усваивал и переваривал новую информацию. Поэтому родителям, заметив некоторую инертность в мыслительном процессе своего леворукового чада, стоит знать, что это не болезнь, а особенность. Они немножечко медленнее как бы думают, размышляют, прежде чем что-то сделать. И как бы такие раздумчивые, думают много, размышляют где-то в каком-то таком своем, может быть, мире. По статистике на земле проживает порядка 500 миллионов леворуких людей, то есть около 7% от общего населения. Это каждый десятый. Если в советское время в школах, чтобы отбить желание у детей писать левой рукой, даже били по ней линейкой, то сейчас родители левшей решают почти гамлетовский вопрос, переучивать или нет, не зная, что такая инициатива чьевата проблемами в дальнейшем обучении. Я в детстве по рассказам своей матери как бы тоже был левша, и воспитательница, обратив на это внимание, меня переучивала на правую сторону. Скажите, это вообще повлияло на вашу дальнейшую жизнь? Вы не путаете стороны сейчас? Нет, не путаю, но вначале путал и очень даже, я так бы сказал, наверное, годика два я путал, потому что в первом классе, до первого класса, то точно в детском садике я путал левое с правым. Я считаю, что нельзя то, что дано природой ребенку, то есть может быть это даже загложено у него где-то на генетическом уровне, то есть не надо этого делать. Интересен тот факт, что помимо чистых левшей и правшей встречаются личности, которые одинаково хорошо владеют как левой, так и правой рукой. Ученые называют их амбидекстерами, людьми, у которых равномерно развиты оба полушария мозга. Психологи считают такую способность большой удачей. Это очень здорово, когда и левая, и правая рука одинаково активны, и одинаково какие-то моторные мелкие движения могут одинаково искусно делать. Это гораздо больше нервных связей, это гораздо лучше будет, скорее всего, память. Это гораздо сильнее будет творческое начало, потому что оно будет очень мощно подкреплено какими-то логическими стройками в эту жизнь. Расположение компьютерной мыши, дверных ручек, использование ножниц и других предметов. В современном мире левшам приходится приспосабливаться. Поэтому в день левшей праворуким стоит добавить в свою жизнь немного творчества и хотя бы ненадолго попробовать, каково это, делать все одной левой.